Здравствуйте! Утро дождливое, пасмурное, но дождь, который хлистал всю ночь, вроде бы перестал. Ох, чую я, почти все цветы мои повалила, судя по тому, что видно из окна, лень был нешуточный, и сегодня предстоит выходной. Да, Бонифаций на улице не торопится, сыренько, влажненько, и не приставайте. К лубочкам уютно свернуться и не шевелиться. Ну, что ж, не так уж и плохо. Я бы, конечно, последовал примеру, но как-то утром повышенная активность. Впрочем, многие дел сегодня точно из-за сырости не переделаешь, а у Нарадик, вижу, хвост залипый, расположился, автолавку ждет. Вот, скоро туда отправляться, надеюсь, что дождь не начнется вновь, не так промокнем. Ох, сколько же удалось наворочить накануне. Был великолепный солнечный день, но, учитывая прогноз, я и Роська, и все остальные постарались сделать как можно больше на участке сварешника и в самом доме. А происходило это вот так. Ну вот, сидела, шлифовала. Опять очередная на пасти. Оторвают от работы. Чего у тебя там? Да, мышечка. Мышечка? Да, вон она. Где? Вот. Травка шевелится. А кто за травка? Вот она. Мышечка. Это палачо мою виску чуть не загрызло. Ну это землеройка, они безвредные совершенно. А, и я ее спас. Молодец. А потом еще кнопка начала к ней приставать. А где они взяли-то? Да, там, где парковка. Где вот эти много деревьев, где шишки. М-м-м. Она симпатяга. Ага, я ее потом выпущу. Слушай, я бы на твоем месте ее сейчас выпустила. И лучше куда-нибудь на вашем участке, ну, там, где-то в районе бани, чтобы она под нее сразу же могла ускользнуть от собак. И чтобы никто ее не тронул. Это хорошо, Бонифаций, где-то шляется. Давай. Да. Иди выпускай. А потом ее убил. Ну да. Ну, сам понимаешь. Хищеньки. Молодец. А я ее не убил. Потому что он старый. Остаток вечера, раз себя вместе с отцом, провели около этой самой бочки. А Генка сделал из нее импровизированный пункт по сжиганию ненужных досок. А осталось их после того, как был сокрушен короб колодца. Бог знает сколько. Роська затеял. Обознес сколачиванием каких-то останков. Ну, не могу сказать, что их стало намного меньше. Но по-любому от всего этого безобразия надо избавляться. А иначе колодца не подкрас. Мы же петли так еще и не поставили. И придется мне этим сегодня заниматься самой. Потому что Генка и Артем берут прицеп, садятся в Тюмкину машину и отправляются в Подмосковье. Забирать мебель моей сестры от той, что в доме находилась. Мы избавились, отдали ее всю. А вот теперь надо какие-то новые лежбища раздобывать. На покупку новых, естественно. Денег не хватает. А потому предстоит сегодня Геннадию Евгеньевичу дальняя дорога. Ну, ничего. Надеюсь, что все увенчается. Погрузка и разгрузка состоится. А я беру кусок бересты. Достаю из кармана зажигалку. И начинаю полить всю вот эту кучу. При этом все время постараюсь находиться достаточно близко. С тем, чтобы контролировать костровище. И тут, собственно, ищем заняться. Ну, вот около сарая остался еще один неоприходованный кусок. Заросший малиной. И надо с ним разбираться. А что предстоит в дальнейшем, лучше даже не думать. Вот эти бешеные заросли малины и крапивы тянутся вдоль всего забора. Вон до того куста сирени. Ну, это метров 20 точно. И со всем этим тоже предстоит побороться. Ну, оставив волосы малинника. Но таким образом, чтобы затем кусты не мешали возиться с забором, который предстоит ремонтировать. Кое-что еще держится, но скоро явно придет в негодность. Эх, ладно. Тут-то уж понятно все переделывать. Ну, что ж, как обычно, глаза боятся, а руки делают. Главное сейчас костерчик запалить и контролировать. Ну, вот, заполыхала. Генкина идея. Я бы не додумалась. Хорошо старая дырявая бочка нашлась. Тяга хорошая. Дырок много. То, что надо. Служила она, наверное, когда-то долгие-долгие годы. Ну, от этого всего сейчас надо избавляться. Там еще здоровенная куча осталась. Гвоздей немерено. Ну, конечно, есть и неплохие доски, от которых еще можно какого-то толку добиться. Я очень рада, что Роська еще спит. Ну, потому что просто было бы страшно, если бы он попытался помогать и напоролся на какие-то гвозди. Сейчас все перетаскаю. А потом, мелкими партиями загружая, возьмусь за свою пилку и начну избавляться от малины. А оказалось, что пилкой-то еще можно и высокую траву срезать. А я бы мучилась. Ну, как тут прокосишь. Другом металл торчит, покрышка валяется. Ну, как всегда, всякий хлам. Вытащила здоровенную упавшую ветку. И, как всегда, стекло битое. О, черт, что из боку бантик. Ну, как-то вот почище, посвежее стало. Этот кустик надо будет привести в порядок. Ну, а сейчас заняться вот этим хламом. Что-то опять же сжечь, что-то повыкидывать. Да, сарай таким образом долго не простоит. От всего этого идет сырость, загнивает. Там еще пленка. Нет, надо с этой помойкой расправляться. Потому как хотя бы тенечек. Что ж, возьмемся, продолжим. И будем полить костерчик дальше. Кучка дров уменьшается. Дров. Гнилых досок, скажем так. Но подходить к этой штуковине сейчас становится уже жарковато. Поэтому стараюсь спрятаться в тень. А никуда в другое место не отлучишься. За гоньком надо следить. Все груды, которые мне пришлось утилизировать, относительно пригодными, возможно, окажутся лишь эти березовые. Ах, ох, лонюшки. Но это можно будет определить только при наличии колуна. Я чуть не сейчас, а завтра утром. Поскольку солнце припекает. Ну, а под так называемыми дровами оказалась вот эта. Очередная свалка. Мусор, бутылки. Ну, может, их специально кладить для того, чтобы дрова сохранить не были. Как бы то ни было, сгнило практически все. И сейчас надо брать еще один черный пакет. И со всем этим расправляться. Удивительные люди. Нет, я воздержусь от комментариев. Поскольку... Ну, кому что надо, тот сам все додумает. Я под впечатлением, откровенно говоря. Да, жарка вот становится на солнышке. Ну, так или иначе, отойти никуда нельзя. Еще не все доски сожжены. И периодически приходится поправлять их, подкладывать. Ну, в сравнении с тем, что было, осталась ерунда. Да, и тут как-то все изменилось. Да, сейчас бы переместиться в мастерскую и там присесть в холодке, дошлифовать свой маленький листочек из сувеля. Но никуда не отойдешь, не отползешь. А потому займемся следующим этапом. Попробую выдрать вручную всю вот эту вот крапиву. Тут, кстати, еще и малина есть, и пилка под рукой. Вокруг сарая. Надо пробиваться к дороге и там освобождать поляну. Но вот не дай бог весной, когда сухая трава, кто-нибудь бросит окурок. И теперь это все было бы жалко потерять. Поэтому будем пытаться каким-то образом обезопасить скворечник и устроение от весеннего пала. Пробило с двух глаз сарая. Обнаружила замечательный хмель. Трогать не стала. Ну, а дальше уже надо будет литовку в руки брать. Но это явно не сегодня. Тут еще разочек прокосить. Ну, надеюсь, что крапивы станет поменьше. А в топку отправили с последней дни ложки. Но пока все это испепеляется, надо опять же находиться неподалеку. И я решила все-таки довести до ума крышку колодца, которую мы так недавно сделали с Геной. Да, жалко, что сегодня он отсутствует. Эх, сколько бы могли бы наворочить. Ну, что ж, попробую что-то предпринять одна. Во всяком случае, я уже распилила доски. Располовинила. И сейчас попробую сделать нечто для того, чтобы можно было опускать мотор и подвешивать ведерко на случай отключения электричества. Мало ли что бывает. Попытаюсь. В любом случае, такого мне делать не приходилось. Но опять же, можно пофантазировать. Чтобы ничего, Боня. Эх, зря-то вышло из избы. Мне-то еще сто раз предстоит все переделывать. Поставила петли, открывается, закрывается. Но в том месте, где я тем же самым фискосом распилила доски, которые скрепляют верхние, образовался некий уклон, что меня не совсем устраивает. Но ничего, остались обрезочки от досок. Сейчас что-нибудь нахимичим. Только единственная просьба, Бонифаций, не надо помогать. Иначе чревато. Нет, надо тебе обратно в избушку затащить. Или пойди куда-нибудь. Позабавься. Ну вот, поваляйся. Лучше подальше отсюда. А то ведь не дай бог нырнешь. Ларщик просто открывался. Действительно. Два бурка доски. И восемь саморезов. Вот. Присоединила к большей части сектора. И на ручку, которая раньше висела у нас в крышке старого колодца, оказался крюк, который, не помню уж как у меня появился. Вот теперь на него и мотор можно вешать, и ведро. Вот только надо бы карабинчик взять и цепочку к ручке прицепить. А ведерко и так повеснет. Ну что ж. Надо еще придумать какую-то ручку удобную. В принципе, и так неплохо. Но, как всегда, пошарю, подумаю, что-нибудь разыщу и присобачу. Хм. Ну, во всяком случае, по-моему, гораздо лучше, чем было и раньше. Ручка уже дотлевает. Ох, какие угольки. Готовить на них нечего. А вот интересно, что у девчонок с готовкой состоялось. Любопытно было бы взглянуть. Но, пожалуй, мне удастся это и сделать, и показать. За окнами яркими красками сияет августовский день. Пока тепло и солнечно, но завтра предвещает дождь. Причем на 100%. Ну что ж, нельзя не поверить такому стопроцентному прогнозу. Поэтому я взяла и собрала всю мяту, которая выросла у меня в огороде. Да, сорняк еще тот. Корневая система бешеная. Но, эта вся хапка необходима для его фирменного чая. Необходимый компонент, от которого невозможно отказаться. Мне предстоит все это связать в вязаночке. Развесить на освободившиеся места, откуда я убрала уже высохшие травы. И ждать высыхания. Ну а сейчас, пока еще не капает, а это обещано на утро, надо брать колун и идти к скворечнику. Пытаться хотя бы немного определиться в том, насколько приемлемы для растопки печи или, скажем так, мангала те останки дров, которые остались после гниения всех остальных. Ну что ж, вероятно, там уже темнек, и можно будет немного посокращаться. Да, прогадала. Еще бы по часочек подождать, и здесь бы не было солнца. Ну что ж, объем невелик, и все это вполне реально. И есть время загнуть в скворечник, посмотреть, что там творится. Ой, Машка до сих пор никак не отправится о своих неприятных ощущениях с горлом. Так, нанесем очередной стол. И что же там внутри? Песек. Пойдем посмотрим. Чего у тебя здесь? А? Опять перестановка? Чистые полы? Да ладно. Да. Послушай, ну чистые полы, а ведь еще и с печкой тут. Ты видела, какие они? Вот то, что на рисочке, это не мытые. А здесь уже босиком ходить. Так. Мне их раз шесть мыло. Снимаю, так. Тут далеко. Снимаешь, по грязному уйдешь, а потом по чистому. Нет. Ну ты вообще. Бои, типа. Попробовала я печку помыть, но ничего не отмываясь. Мне кажется, симпатичнее вот так вот затонировать просто. С этой сажей. Ну вообще, как раз-таки кирпич, это здорово. Да не отмывается чернота. Я не знаю, сколько тут времени. Ну может быть, что-нибудь подскажет печеньки. Не знаю. Может быть, какие-то средства. Если поможет, буду вот так вот ее тонировать. Ага. Тоже почти высохшая. Я просто решила убрать, потому что дома с Генкой привезут мебель. Угу. И мы сразу как бы поставим. Вот. Потом будет проще убираться, не так много мебель переставлять. Так у нас сегодня вечером еще и транспортировка. Да. Бедные мужики по такой жаре мотаться. Угу. Это у меня профилактика болезни. Я каждый раз, когда болею, иду убираться. Если температура не небольшая. Ха-ха-ха. Путимальный вариант. А я решила оторваться от шлифовки и взяться на колонну. Потому что завтра обещают дождь. И надо хотя бы что-то делать. Слушай, я вот смотрю через окошко на эту сирень. От нее надо избавляться. Затеняет дико. И дом от этого нехорошеет. Ух, сколько всего предстоит. Я тут уже и плянтуса помыла, и стены протерла. Розетки отмыла. Воды надо просто не мерить. Эти воды много. Ну, кочки отчеркну из колодца. Там все более-менее сделано. Ты стоишь как на расстреле. Да, я болею. Что-то ты не говоришь. Болею я. Болею. Куда деваться? Надо жить. Ну, вот это уже, собственно, вариант плацебо. Угу. Смотрите, я пол. Проще надо протяжить. Пусть вон этот столик отмывают. А кто свинял, халявчик, пусть трудится. Халявчик сейчас ко мне подкатился тем, чтобы ему какой-то фильтр сделала. Потому что в свой бассейн на площадке, который он хочет идеально чистую воду. А вот он, Петер, козликом. Угу. Козленочка. Да. Нет уж. Не надо. У нас здесь фаянсовые козлики. Ну, слушай, как здорово, что это осталось. Ну, я же посекуя по грязному. Я там еще не мыла. Так я иду к луну. И мне еще многое предстоит. Да уж, беготня началась. Вот что, значит, похолодало немножко к вечеру. Все. Рыжая парочка начала свой спарринг. Кори, да? Вот, надеюсь, мне к ним хвататься. На, на, на. Как же без этого? Шнырки. Да уж, участок теперь достаточно велик. И все разгуляться. Но у меня вариация. Недавно мучила старушка. Все раздубасила. Правда, несколько полежок. Ой. Оказались совершенно гнилыми внутри. Но, тем не менее, все настигла. Ну, собаки. Нет, они достойны друг друга. Ну, ладно, продолжим. Ну, в общем, кое-что гнилое оказалось. Кое-что просто так. Ну, на растопку и на... Пару шлыков хватит. Я надеюсь, я надеюсь, если просохнет. Надо будет притящить, я думаю, кусок оставшегося от покрытия моей крыши металла. И накрыть сверху. Ну, хоть как-то. Ох, здесь все прогнило. Ком покрылось. Рубероид вообще исчез частично. Но, тем не менее, металл-то есть. Это все заменит и состоит труда. Да, подобную конструкцию достаточно просто исправить. Скачки продолжаются. Ну, мне сейчас надо все это складировать. Утащить в сырые колонны. И продолжать шлифовку. Да. Завтрашний дождь, который предвещает, что и настойчивая, вероятно, действительно несет свои коррективы. Но, по-любому, все то, что необходимо сделать для него, я полагаю, успела. Стоило убрать колонну в сарай, как на меня налетел Ростислав Геннадьевич. Для него напала бурная активность. А у меня сейчас одна мечта. Подушу залезть. Для этого надо еще воды натаскать, обогреватель поставить, подождать. И поэтому я нашла для него работенку. Дело в том, что, когда мама жила здесь, наши участки соединила тропинка из кирпича. Этот кирпич, Росян, я наковыряла на скотных дворах. И вот тут была калитка. Но после того, как новый сосед со мной имел неосторожность по-хамски поговорить, в тот же день калитки не стало. А тропинка осталась, поскольку кирпичи ему явно были не нужны. А нам пригодятся. Короче, я тебе сейчас показываю, как это все делается. Сначала вообще-то нужно здесь раскопать. О, весь мне помогает. Ну вот. Как же без такой помощницы. Но для этого у тебя есть лопатка, ты знаешь. Сейчас я тебе покажу, как это все делается. Нет, немножко не так, малыш. Ну, достаточно два кирпича отковырнуть, дальше будет легче. В общем, короче, ты их никуда не таскаешь. Просто складываешь. А потом мы из них сделаем из нормальных окантовку для нашего обновленного колодца. Рося, немножко не так. Сейчас, подожди, малыш, я тебе покажу. О, ох, не знаю, насколько Ростислава хватит, но несколько печей уже легли на обочину. А я все-таки решил душ принять. Ну, елки-палки целый день в зоопарке, в хлопотах. Пора бы уж пора. Ну, а затем посмотрим, что случится. И вот стояла самовельня. Господи, какой же это все-таки кайф. После второго дня встать по теплой струи воды, обогревать. Боня, пойдем посмотрим, что там Ростислава работала. Я уже обсохла, переоделась. Ну, что, ты домой? А мне любопытно, что у него получилось. Пойдешь со мной? Ну, нет, конечно, надо кота гладить почаще. Пойдем посмотрим. Как они там? Так, пошла комиссия. Будем смотреть, что там происходит. Как не поняла. У теплицы открыт продранный верх. Что ты там делаешь? Да ничего, тру теплицы. А, ты проверяешь, когда она открывается? Да нет, просто открыл ее, чтобы там елочки проветали. Какие елочки? Там елочки растут малышенькие. Где? Где-то вот такие. Пойдем посмотрим. Так. Вообще-то елочек в теплице я не видела. Любопытно. Ну, что, показывай. Слушай, откуда-то могут взяться елочки? Вообще, теплица... Как елочки могли вырасти? Бабушка, иди за мной. Иду. Вези меня. Вот это то, что я ела. Что он хэш? Не уду. Так, ну вот эти корочки, парни для бутылки. Вот этими можно еще будет обложить колоицы. А вот это то, что я все расковырала. Вот как это улыбалась. Давай-ка я тебе это покажу. Так. Ой, какая панорама. А где ты видела елочки? Так. Иди сюда. Иду. Видишь, там что-то короче. Это и есть елочка. Нет, это не елочки. Это молочай. Когда-то здесь была клумба. Еще твоя, по-моему, тетя Настя. Здесь сажала всевозможные цветы. И, вероятно, молочай сохранился. Растение замечательное. Оно великолепно цветет. Но оно ядовито для скотины. Чла. Ну, когда копытные ее поедают, эту самую молочаю, есть ее нельзя. Так, а поликарбонат весь предстоит менять. Он весь рустит. Да. И где-то поломился. Слушай, а ведь это все предстоит выдирать, убирать. Ой-ой-ой. Это зачем бабушка, крышка наверх открывается. Слушай, а как ты вообще смог отрыгнуть? Ты сам открывал или нам помогала? Это я сам и это сам. Это я вообще, знаешь как, я сначала руку открыл, а потом уже гвоздодерал вот так. Умелец. Ну все, скачки начались. Ты что? А, Ника пришла. Да, ну рыжим езди побесится. Да, великолепный трио. Ну, с Веськой, пожалуй, в скорости никто не сравнится. Ракета какая-то. Не то слово. Молодец. Хорошее сравнение подобрал. Ладно, пойду на чонку схожу. Посмотрю, что там делается. Вышла из скворечника. Наблюдаю. Ращан. Вися, ты видела? Слушай, а хорошо идет. Ты смотри. Я по полной программе. Только я понять не могу. Как нужно было оставить настолько громадные проходы между грядками. Слушай, нет, Ращан. Мы все-таки переделаем. Ну, нормально. Кучку навалили. Но вот с этой травой еще бороться придется. Весь к ней лезь. И сильнее надо, малыш. Ну, что? Взять, продолжить. И доделать. Я думаю, что мы сегодня за вечерок-то ха-ха. Управимся. Ну, вот мне тоже так кажется. Ладно. Хватит болтать, надо помогать. Или ты сам строишься? Угу. Ну, хорошо. Пойду тогда мяту свежую повешу. Да. Ну, если что, свихнешь. Решили сделать паузу в отдых. Ха-ха-ха. Ну, ручка не получается. Его собаки одолели. Всенародные обнимашки. Ха-ха-ха. Росян, ну, как же тебе будет в Москве беих не хватать? Да-га. Да. Ну, что поделаешь. Зато здесь полное раздолье. У меня не было ни малейшего желания всем этим заниматься. Ну, раз, ручка проявила инициативу. Ну, что, идем? Идем. Ну, давай. Показывай пример. А я уж подсоблю. Хотя, честно говоря, мне так хочется засесть в кресло, ответить на комментарии, закачать завтрашний ролик, но никогда не сдаваться. Великолепный девиз. Яросян его усвоил. А мне приходится следовать его примеру. День завершается. Дождь продолжается. Но на Западе небо уже стало расчищаться. Может быть, завтра солнышко появится. И уверена, что после такого замечательного гибня наверняка полезут грибы. Пойдет следующая волна. Ох, хотелось бы, хотелось по лесочку прогуляться, но не знаю, как пойдет. Ну, а мы день сегодня все-таки великолепно провели, несмотря ни на что. Даже на то, что электричество отключили весь каин несколько часов назад. И непонятно, когда оно воздикнет. Посидели в скворечнике, поболтали, пообщались, подумали о том, как делать кухню в комнате, располагать столешницы, как вставить телевизор, что-то, может быть, придется и сквотить. Ну, здорово, короче, было. Действительно, ребята начали обживаться. И это очень приятно. Ну, а сейчас, поскольку в комнате по-любому темно, печка протопленная, стало немножко прохладно и сыровато, полюбуюсь на небо и завалюсь спать после того, как отвечу на комментарии. А завтра буду продолжать снимать. Мне это нравится. Спасибо всем за то, что сподвигли меня на это действие. Мне действительно стало интересно. Ну что ж, до новых встреч. Здоровья и удачи. До свидания.